Сегодня 6 октября, среда. Смотрите выпуски телеканала ОСА. Известный оченец стал жертвой мошенников. В полиции говорят о новой схеме. Таких случаев по стране всего три. И тут я прямо полностью понимаю, блин, Витя, ты вот прямо, ну, прям лошара. Как бы не сглазить, улица Кирова дождалась комплексного благоустройства в 22-м году. Планами поделился первый вице-мэр Сергей Мачехин. Комплексное благоустройство с полным асфальтированием. Проект только для взрослых. Лучшие психологи Красноярска дадут бесплатные консультации родителям. Расскажем, как получить помощь, если вы из Ачинска или района. И тут я прямо полностью понимаю, блин, Витя, ты вот прямо, ну, прям лошара. Известный Ачинец Виктор Сибирин стал жертвой мошенников. Причем, как он позже выяснит в полиции, он первый в Сибири и третий в стране, на ком аферисты отрабатывают новую схему отъема денег. Все случилось накануне, когда Сибирину позвонили якобы с работа.ру. С осторожностью, но без подозрений, так как Виктор подрабатывает через интернет, он пообщался с мнимыми работодателями. Чтобы обсудить подробности, приятный женский голос предложил связаться через Zoom. Это сервис для видеосвязи. Он стал особо популярен в пандемию. Им пользуются для дистанционного обучения школьников и онлайн-совещаний. Оказалось, способности сервиса мошенники используют в своих целях. Слушайте, как ловко разводят. На Zoom подключаемся, мне дают идентификатор, мне диктуют вход в кабинет. Все, я зашел, говорит, ну а сейчас пока он это самое, скиньте фоновый режим. Я без задней мысли, потому что у меня же на телефоне это все дело. Я захожу в приложение, она мне рассказывает, что нужно сделать. Я же понимаю, как бы я уж у себя ничего не называю абсолютно. Ни одной циферки не называл. Туда-то нажмете, сюда-то нажмете. Я нажимаю. Высвечивается мой CV-код. Вижу, что у меня на кредитной карте было почти 25, а сейчас у меня стало там тысяча с копейками. Сибирин говорит, сам компьютерщика попался как первоклассник. Мошенники во время сеанса с помощью самого Виктора, скорее всего, подключили демонстрацию экрана и видели все, что он делает в телефоне. Виктор говорит, на этом разговор не окончился. Ему тут же предложили вернуть деньги, которые якобы положены на депозит. Но для этого нужно снова зайти в Zoom. Сибирин второй раз дурачить себя не дал. Пошел в полицию. Они даже не удосужились его отключить. Полиция возбудила уголовное дело похищения телевизора. Вовсе говорят, с этого же номера звонили и двум другим пострадавшим москвичам. Делаются запросы в сотовой компании, устанавливаются владельцы данных абонентских номеров. В большинстве своих случаев владельцы абонентских номеров находятся в городе Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Ачинские полицейские говорят, сейчас интернет-мошенничество вышло на первое место среди других преступлений. К сожалению, по количеству раскрытых такие дела далеко не в лидерах. Наталья Сусанина, Вильдан Калимолин, телеканал ОСА. В Ачинске еще ни зимы, ни морозов не было, а горожане уже получают платежки, где в графе за отопление указаны большие суммы. Откуда такие цифры? Сколько еще таких домов в городе и что делать жителям? Смотрите в сюжете. Мы получили квитанции за сентябрь месяц, и у нас в графе отопления стоит сумма полторы тысячи. В сентябре вроде как отопления не было, отопление дали в районе с 15 по 20, а сумма больше даже, чем в зимний период. Такие суммы в первой же осенней платежке обнаружили жители дома 2, четвертого микрорайона. У Веры двухкомнатная квартира площадью 44 квадрата. Но такой большой суммы не было никогда, говорит женщина. В зимний период было от 900 до 1100. В зимний, в морозы, в декабрь месяц. Позвонила в теплосети, спросила, откуда такая сумма. Мне сказали звонить в управляющую компанию и спрашивать, почему. В общем, нам посчитали по среднему. Почему по среднему? Потому что не сделали поверку общих приборов учета. В теплосети пояснили, что крайний срок поверки их счетчика 1 сентября, рассказывает Вера. По словам собственницы, прибор их дома сняли как раз 1 сентября. И он до сих пор на поверке. Так женщине сказали в управляющей компании. Похожая история и у Евгении Савиной, только это уже юго-восточный район. В платежках тоже сумма совсем не сентябрьская. Мы получили расчетку за сентябрь за отопление по адресу Юго-Восток МПС-2. И там насчитано за отопление за целый месяц. При звонке в теплосети мне сказали, что насчитали по среднему за полный месяц. Почему-то. Сказали обращаться в управляющую компанию. В управляющую компанию я позвонила. Там сказали, что приборы учета они 21 сентября установили. Мне сказали, что приборы учета были на поверке. И вот 21 сентября их установили. И жильцы Дома-2 в 4-м микрорайоне, и Дома-2 МПС в Юго-Восточном, по их словам, были не в курсе, что приборы учета на поверке. Никто их об этом не предупреждал. Поэтому сумма за отопление для них очень неприятный сюрприз. По нормативам, проверка теплощетчиков может проходить от двух недель до двух месяцев. Хоть поверять общедомовые теплощетчики жилищники взялись перед отопительным сезоном, но в обоих случаях нарушений нет, говорит представитель стройнадзора Ольга Слободян. Управляющие компании уложились в срок, отведенный на это законом. Хотя тот же закон не запрещает делать поверку и заранее. Мы разъясняем управляющим компаниям, что снимать общедомовые приборы учета тепловой энергии на поверку заранее не запрещено, и лучше это делать в летние месяцы, либо в самые холодные. Они бы, конечно, если бы они это сделали заранее, это не было бы нарушением, и в результате собственники бы, мать или жилых помещений, заплатили бы за сентябрь по показаниям общедомовых приборов учета. По словам Ольги Слободян, основания для перерасчета нет, хотя жители могут сами оспорить начисления в суде. Чтобы другие не попали в такую же ситуацию, в стройнадзоре рекомендуют советам домов контролировать жилищников при поверке общедомовых приборов. В теплосети мы узнали, в Ачинске таких домов, где плату за отопление в сентябре начислили по факту из-за отсутствия счетчиков, около десятка. Николай Черемных, Наталья Сусанина, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. Улица Кирова получит благоустройство в следующем году. Об этом телеканалу ОСА сегодня сообщил исполняющий полномочия мэра Сергей Мачехин. И это не все. Во время записи короткого интервью я едва успевала сгибать пальцы. Сколько улиц в планах на ремонт? Ну это нормально. В первый свой год новая власть взяла высокий темп и как-то неприлично сбрасывать его и дальше. По словам Мачехина, обновляться будут не только центральные улицы. Потому что нельзя абсолютно обращать внимание на центральные улицы, потому что у нас есть и другие районы, и поселок строителей, и третий привокзальный, которые, не знаю почему, но по какой-то такой негласной традиции, вроде как считается не городом Ачинска, а вроде как каким-то аппендицитом города Ачинска. Но это не официально, а просто такое, витает прям. Поэтому на следующий год при комплексном благоустройстве, которое мы тоже будем обязательно проводить, мы сделали упор и включили улицу Кирова. То есть от перекрестка Льва-Толстого до шоссе Нефтяников. Вся улица Кирова? Да, вся улица Кирова. Комплексное благоустройство? Комплексное благоустройство с полным асфальтированием. Примерами комплексного благоустройства могут служить Лапенкова и Кравченко. Тут новые асфальт, озеленение, разные зоны с уличной мебелью и арт-объектами, плюс освещение и иллюминация. Подробности, как будет организовано пространство на Кирова, еще будут обсуждаться и разрабатываться. Сергей Мачехин называет другие адреса. Для того, чтобы говорить точно, что мы будем делать, мы должны быть уверены в том финансировании со стороны Красноярска. Значит, тогда мы уже четко определимся. Хотя мы рассматриваем улицу Зверева, опять противоположную часть. Это первый и третий микрорайон, потому что та сторона, на которой расположен сквер 6, 7 и 8 микрорайона, мы его вроде как довели до логического завершения, привели в соответствие всю мебель, все павильоны, которые там расположены. И нужно то же самое сделать с противоположной стороной, что улица была законченной. Следующая, это улица Мира, от бассейна и прямо до пересечения улицы Лапенково, проспекта Лапенково. Безусловно, нужно закончить асфальтирование проспекта Лапенково. Безусловно, нужно заходить в юго-восточный микрорайон. Безусловно, нужно заходить в поселок Строителей. Если мы в этом году улицу Декабристов сделали, ну, это не говорит о том, что мы на этом как бы остановимся. Там нужно приводить торговые ряды, павильоны всех в соответствии, а там нужно решать вопрос с озеленением, там нужно решать вопрос с уездами во дворы, в микрорайоны и так далее. Поэтому работы на самом деле много, все будет зависеть от того, насколько мы будем подкреплены деньгами. Еще в перспективе наведения порядка в Тополиной роще на 7-м Б-квартале. А площадка в юго-восточном районе за Кошкиным домом превратится в зону отдыха. Также отчинцы выбрали для благоустройства в следующем году сквер в первом микрорайоне. Планы мэрии выглядят глобально. По словам Мачехина, их реализовать власти рассчитывают за очень короткий срок. То, что я перечислил, это мы рассчитываем на 22-23 год. То, что рассчитываем на 22-й год, это, безусловно, улица, с которой мы начали, это улица Кирова. Если у нас будут еще дополнительно какие-то деньги, либо мы в процессе работы что-то сэкономим, мы, и это будет логично, доведем улицу Зверево до конца, потому что половина сделана, и Лопеньково. А там уже по мере поступления денег. Проектировать новые пространства, как уверяет Сергей Мачехин, будут профессионалы. Главное, чтобы и подрядчики, которые будут строить парки и скверы, не подвели. Наталья Сусанина, Александр Сиделев, Телеканал ОСА. Магазин низких цен «Светофор», улица Дзержинского, 36. Отличная новость для владельцев домашних питомцев. В ветеринарной аптеке теперь можно приобрести лекарственные средства. В наличии летняя ветеринарная аптечка для питомцев. Консультации ветеринарного врача. Ветеринарная аптека. Аптечный центр «Губернские аптеки». Улица Кравченко, строение 7А. Компания «Синт» представляет тариф «Интернет плюс телевидение». 150 мегабит в секунду. Более 100 каналов в высоком качестве. Просмотр любимого видеоконтента на YouTube и Иви. И это всего за 650 рублей в месяц. Подробности тарифа узнавайте на сайте, в офисе оператора и по телефону 56-00. В муниципальные предприятия «Ачинский городской электротранспорт» требуются слесарь и электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту подвижного состава, электрогазосварщик, монтер пути, мастер путевых работ. Обращаться по телефону 72150. Уголовное дело водителя, погубившего 5 человек, дошло до суда. Краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение. Напомним, смертельная авария произошла в мае на трассе в районе Белого Яра. Водитель грузовика, как установило следствие, неправильно выбрал скорость и выскочил навстречу, где столкнулся в лобовую с легковушкой. Все, кто был в иномарке, погибли на месте. Добавим, что виновник ДТП не местный, он из Кемеровской области. И по нашим данным, из правоохранительных органов, он за прошлый год больше 10 раз получал штрафы за лихую езду. За смертельную аварию ему может грозить до 7 лет тюрьмы. Дата первого заседания еще не назначена. Родители из Ачинска могут проконсультироваться с психологами из Красноярска. Лучшие специалисты Краевого центра помогут решить проблемы в общении с вашим ребенком и преодолеть трудности воспитания. Все, что вам нужно, это обратиться с вопросом в психологическую службу Красноярского педагогического университета имени Астафьева. Перечень проблем, на которые вам могут ответить наши специалисты, очень широк. С какими проблемами вы можете обратиться в нашу службу? Это проблемы эмоционального плана, страхи, тревожности, переживания, эмоциональные реакции, истерики. Это приучение ребенка к горшку, приучение развития навыков самостоятельности. Это развитие речи. Это, конечно же, подростковые трудности. Это проблемы возраста. Это элементарное взаимодействие с вашим ребенком. Что делать, если ваш ребенок начал употреблять психоактивные вещества? Как понять, что ребенку нужна психологическая помощь, и нет ли там каких-нибудь зависимостей? Это консультативная помощь взрослым, а не обследование детей. Ачинцы могут задать любые вопросы, касающиеся воспитания, психологии и общения с детьми от 0 до 18 лет. Все консультации совершенно бесплатны. Задать свои вопросы можно через специальную форму на сайте психологической службы Красноярского педуниверситета, по электронной почте и телефону на экране. Получить консультацию родители могут до 31 декабря. Телеканал ОСА продолжает новую рубрику «Полезно знать», где все наши телезрители смогут увидеть различные предложения от предпринимателей города. Товары и услуги, акции и спецпредложения, о которых полезно знать и вовремя сориентироваться, планируя покупки. Жителям Ачинско-Ячинского района полезно знать, что открылся еще один магазин низких цен «Светофор». Теперь по удобному адресу. Улица Зверева, 91Б, торговый комплекс «Алфавит». Магазин низких цен «Светофор» предлагает большой выбор различных товаров, первой необходимости и продуктов питания. Здесь вы найдете все необходимое для приготовления блюд для ежедневного или праздничного стола. А также сможете купить хостовары, соответствующие современным требованиям и стандартам. Почему именно «Светофор»? А потому что очень хороший магазин, низкие цены, большой ассортимент, вежливый коллектив и очень близко к дому. Это главное. Магазин низких цен «Светофор» – это товары высокого качества по низким ценам. Здесь нет продуктов с завышенными ценниками. Приходите и убедитесь сами. Теперь и по новому адресу. Город Ачинск, улица Зверева, 91Б, торговый комплекс «Алфавит», первый этаж. Или по привычным. Улица Дзержинского, 36 и 5 июля, 11Б. Для одних и легковой автомобиль сложен в управлении. А некоторые управляют многотонными карьерными монстрами на ура и демонстрируют свое мастерство на профессиональных конкурсах. Перед стартом конкурса инструктаж и жеребьевка. Сегодня соревнуются водители самосвалов. Сегодня происходит конкурс «Профессионалы русала» в рамках ежегодной программы, которая у нас проходит по предприятию. В том числе и результаты деятельности наших специалистов, то есть машинистов, водителей автосамосвалов. Также в преддверии праздника Дня водителя на ежегодной основе. Сегодня мы проходим эстафету с участниками, в которой мы выявим лучших по профессии. За победу борются 9 белазистов. Все участники в равных условиях. Задания выполняют на одном самосвале. Белаз 75-55Б. Его вес больше 40 тонн, а на борт он способен взять еще больше. Все оценивает конкурсная комиссия. Важны и время, и точность выполнения задания. Водителям необходимо преодолеть змейку, восьмерку, гараж, колею и финишировать у стоп-линии. После практического испытания им предстоит на компьютере сдать еще и теоретическую часть. Среди участников конкурса как новички, так и бывалые конкурсанты. Некоторые участвуют больше трех раз, а за рулем многотонных машин и того больше. Сложно вообще таким образом представлять? Да нет, нормально. Нормально? То есть для вас так не хорошая, как и борт? За 21 год уже без разницы. Раза три, наверное, участвовал точно. Сегодня четвертый. Ну, работают все профессионалы. Работники хорошие. Все стараются выиграть. Бывает волнение. Бывает спешка. Просто захотел попробовать. Как оцениваете свои силы? Ну, не очень хорошо. По змейке не получилось же проехать. Испытание для водителей карьерных самосвалов – это часть ежегодного конкурса «Профессионалы Русала». Его проводят на всех предприятиях компании. На АГК в номинациях больше десятка профессий и свыше ста участников. Триумфаторы конкурса «Профмастерства» будут определены 30 ноября. Победители и призеры получат профессиональное признание коллег и приятный бонус – денежные премии. За первое место – 60 тысяч рублей, за второе – 30 и за третье – 20 тысяч. Молодцы! Николай Черемных, Александр Сиделев, телеканал «ОСА». Спонсор прогноза погоды – образовательный центр «Брайт». Федеральная сеть теперь и в Ачинске. Федеральная сеть образовательного центра «Брайт». Английский язык для детей от трех лет. Государственная лицензия, кембриджские программы обучения. Запишитесь на бесплатный пробный урок. Город Ачинск, микрон 4, дом 14, телефон 8-967-608-0770. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова